Дорогие друзья, дорогие слушающие это слово, сегодня хочу говорить об интересном событии, которое описано в книге Даниила. Да, там описано о том, как царь Валтасар, это сын Навуходоносора, он сделал огромный пир, более тысячи человек пригласил, вельмож, жены его, наложницы, друзья, все, кто были, и они там праздновали всех богов, красных богов, деревянных, золотых, серебряных, а живого бога они не праздновали, наоборот, взяли те кубки, которые они привезли из храма Господнего, из Иерусалима, которые были, так сказать, для того служения благословлены, они взяли их здесь и пили, из них тоже вино на этом пишется, и Богу это очень не понравилось. Тогда вышла рука Божия и на стене написала вот эти слова «мене мене текл упар син», да, эти слова, которые означали, так сказать, очень жесткое слово по отношению к Валтасару, он испугался, он вскричал, он начал звать всех своих, так сказать, людей, которые могут толковать сны, толковать вот какие-то видения, никто ничего не мог сделать, и тогда пришла царица, и царица сказала ему следующие слова. Царица же по поводу слов царя и вельможьего вошла в палату пивжества, начала говорить царице и сказала «Царь, во веки живи, да не смущая тебя мысли твои, и да не изменяется век лица твоего, есть в царстве твой муж, в котором дух святого Бога, во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум, мудрость, подобная мудрости богов, и царь нам ходоносор, отец твой, поставил его головою тайноведцев, обаятелей, халдеев, гадателей, сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, который Бог переименовал Валтасаром, оказался высокий дух, ведение и разум способны изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Царица знала, есть человек в царстве, который может объяснить, он всегда был здесь, и сын Валтасар мог бы к нему обращаться, он знал, что в Данииле есть вот такое Божие видение, Дух Святого живет в нем, ведь царица знала, и он сам видел и слышал от отца, что происходило в свое время в царстве, когда Даниил толковал ему сны и все это, но он не замечал. Он занят был биршествами, он занят был вот этими богами, каких он там восклавлял до живого Бога и человека, который был в царстве, который мог ему помочь, который мог организовать царство так, как бы этого Бог хотел, и Валтасар жил бы долго, и не было бы вот этих видений, и рука бы не писала на стене, что вот он очень легкий оказался, и царство отнимется, если бы он искал человека, если бы он бы даже просто прислушался, может быть, к жене, к царице, вот она знала, есть такой человек, который все может, но он обращается поздно к нему, поздно, хотя еще даже в тот момент, когда Даниил ему объяснил все и сказал, что царство кончается, легкий ты в глазах Божий, ты стал очень большим в своих глазах, ты возвысился, ты-то, кстати, должен смирить себя, да, но он интересно опять поступил, он на Даниила похвалил, дал ему какие-то одежды, дал ему пост, но сам не изменился, не смирился перед Богом, не сказал, все, что я делаю, это мерзость, восхвалять богов, которые не боги, мне нужно преклоняться к Богу, и мы знаем, он был наказан. Другая история, которую мы читаем про Иосифа, когда тоже он был вызван к фараону, потому что он не был человек, а кто мог объяснить сны фараону, и тогда нашли его, интересно, находятся всегда люди, которые подскажут, есть Божий человек, и тогда тоже фараон прислушался к тому, что сказал Иосиф, и он, так сказать, да, сказал, нет такого человека, как ты, в котором был бы Дух Божий, интересно, люди понимают, мирские люди, в ком Дух Божий, вот так открывает Бог, и тогда дали, так сказать, до Иосифа тогда, чтобы он мог править в Египте, был вторым человеком после фараона. Вот интересно, что говорит Иисус, Иисус говорит в 15 главе 18 по 20 стих, если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидело, если бы вы от мира были бы, то мир любил бы свое, но как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому что ненавидит вас мир, помните слово мое, которое я сказал вам, раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше слово. Мы видим, Даниил, такой муж Божий, пренебрегли им, абсолютно пренебрегли, да Иосифом было так же, он же в тюрьме оказался просто за свою справедливость, честность оказался в тюрьме, пренебрегают Божьими людьми, и нами в жизни пренебрегают или будут пренебрегать, как уж мы находимся сегодня, но он говорит, будут вас слушать, и поэтому не хочется каждому из нас сказать, ты и я тот человек, к которому могут обращаться люди, которые могут прийти и сказать, помоги мне, вот такая ситуация, чтобы мы помолились за них, если к нам приходят, просят нас, чтобы мы молились за ними, это хороший сигнал, если к нам никто не приходит, и мы только сами в себе варимся, это что-то неправильное у нас, мне вот так только в Киргизии было сказано, да, Иса Байке со своей женой рассказывали, когда они находились вот в другом городе, то их гнали там, но все знали, что с ними Бог, и как-то было несчастье, ночью прибегает женщина, и вот она к ним заходит, и ей было так понятно, что именно в этом доме живут верующие люди, и когда молился за нее этот человек, так сказать, она потом освободилась и получила от Бога мир и покой души. Будьте теми, которые Господь будет использовать, чтобы наше слово тоже было веским словом, нужным словом в жизни людей. Пусть Господь нас благословит в этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok